Вот такой вот у меня котик-дракончик вышитый. Это от Светланы Сечкарь. Вышивала по Саге. И завтра буду дарить сестре как часть подарка на день рождения. И сегодня мне нужно ее оформить. Естественно, она уже выстирана, выглажена. Вышивала на основе от МП Студия. И эта цветная основа называется вот так. Я ее расчерчиваю своим любимым водорастворимым маркером, которым постоянно пользуюсь. И он, как вы видите, смывается без следа и не делает мне никаких проблем. Но я не уверена, что в следующий раз, что каждый-каждый раз, когда я буду его расчерчивать, он мне не даст никаких проблем. Но вот я рискую и это делаю, потому что мне так гораздо легче работается. Для оформления я выбрала вот такую рамку тоже. Продается это в Жарптице, в МП Студии. По-моему, это Студия Щепка называется. А, ну вот же тут написано что-то. Вот рамка открытка средняя. ОР-110. Вот так вот. Вот что у меня получится, я вам обязательно покажу и расскажу. Вот недолго я возилась. Очень достаточно быстро. По инструкции, которая прилагалась к этой рамочке, я оформила вышивку. Решила ее не подкрашивать. Сначала хотела рамочку подкрасить, но до меня вовремя дошло то, что скроются вот эти рисуночки. И мне придется или самой что-то рисовать, а также четко, мне кажется, я нарисовать не сумею. Хотя это очень простые вроде бы элементы, но тем не менее они очень четкие, а я так не осиливаю. Поэтому я решила не подкрашивать рамку. Она достаточно приятно пахнет деревяшкой, она приятная на ощупь. Мне очень нравятся вот эти декоративные элементы на ней. И я ее, вот эти две рамки, я сшила пасмой обычной мулинышкой. Там у меня гамма, наверное, была. Я взяла целую пасму и сложила ее вдвое. То есть получается 12-ниточный пучок, которым я сшивала. Достаточно симпатично, мне кажется, выглядит. Мне нравится такая, знаете, открытка. И сделала я подвесную такую петельку. Это у меня какая-то есть, нашлась проволока в какой-то текстильной как бы обмотке. Я даже не знаю, что это за проволока такая. Она идеально подошла для того, чтобы стать петелькой. И можно будет ее или поставить, ну просто прислонив к стене куда-нибудь на комод, или повесить на гвоздик. Вот такое оформление, такая вышивка. Покажу еще то, что я завершила, и то, что завтра от меня отправится к моей сестре. Эти сережки она у меня заказала. Точнее, она заказала сережки вот с этими кабошонами. И она не знает еще, какими они будут. Я сделала вот такими. Я спросила, там допустим ли текстиль. И вот сверху у нас бархатные ленты. Здесь вот эти вот я пришила сваровские стразики. Они очень красиво сияют. И, в принципе, страз таких прям ярких больше здесь нет. Есть стразовая цепочка, вот здесь, вокруг кабошонов. Ну вот, она, в принципе, не сильно сверкает. Также здесь в расшивке жемчуг сваровский. Здесь в самом низу крошечные 2,5 мм. Биконусы есть сваровские две штучки. И я добавила такие черные сердечки. Это гематитовые сердечки. Или под гематит. Я точно не уверена. Ну вот, такое я решила сделать. ЧБ. Такой ЧБ вариант. Швензы. Вот такие вот цветочки с инкрустацией. Фионитиками. И они на таком удобном, удобном французском замочке. На любую мочку подойдет сзади. Вот так. Я добавила синюю, синюю искусственную замшу. Очень легкое плетение по краю. Такие крохотные-крохотные зубчики. Мне очень понравилось, как получилась эта пара у меня. Вот. Именно эти, именно эта конкретная пара отправляется к моей сестре. Но если вы вдруг захотите что-то подобное заказать, у меня есть еще точно такие же кабошоны. Я смогу еще сделать сережки. И еще я вам хочу показать, что я сделала. Это сумочка. Сумочка. Сама связала сумочку. Это тоже подарок сестре на день рождения. Она давно хотела сумочку. Я ей давным-давно еще... У нее была уже давным-давно от меня сумочка. Одна из моих самых первых. Такая бежевая. С ручкой, цепочкой. Но, короче, была такая ситуация. Мы с ней договорились, что она ее передарит одной девочке. И она с тех пор все ждала от меня сумку. А мне все как-то... То времени нет, то вдохновения нет. В общем, вот. И вот наконец-то я сделала ей новую сумочку. Пряжа в этот раз. Так. В общем, это такой мягкий белый цвет. Не ярко-белый. Не прям такой снежно-белый. А такой мягкий белый цвет. С золотыми звездочками. Это пряжа Бисквит. А как цвет назывался? Вот это вот. Ну, я имею в виду принт. Я точно не помню какой там номер пряжи. Здесь моя бирочка. Она такая крошечная для сумки. Конечно, она маленькая очень. Но, тем не менее. Здесь кожаное дно покупное. Кожаный клапан покупной. Кожаная длинная ручка покупная. Короткая ручка покупная. Ну, естественно, железная фурнитура. Это все тоже покупное. В общем, вязанный здесь получается только корпус этой сумки. Вот такой вот портфельный замочек. Достаточно удобный. И также я в этот раз сделала еще и подкладку. Я очень горжусь, если честно, что я осилила это сделать. Ой, ну что замок синий, не удивляйтесь. Я специально выбрала. Я заказала несколько замочков. Ярких. Красный, фиолетовый. Вот этот вот ярко-голубой. И выбирала уже из ярких. Я специально хотела яркий. И вот сделала здесь кармашек на молнии. Он достаточно глубокий. И одно основное отделение получается в этой сумке. Я еще никогда не делала сумки с подкладкой. То есть я уже связала несколько сумочек. Одна у меня. Там остальные раздарила. Но подкладку еще не делала. Она не маленькая. То есть вот ладонь. Моя как минимум три ладони получается. В ширину, в высоту больше. И она объемная. То есть вот так вот я ее здесь прихватила кольцом. Для того, чтобы она не была такая, знаете, слишком широкая. Я хотела, чтобы она поаккуратнее. Но, тем не менее, она вместительная, объемная. Вот. Ну, в общем, я рада. У меня было очень мало времени на эту работу. И на серьги, и на оформление котика. И мне пришлось включить, знаете, там восьмую космическую скорость. Чтобы все это сделать. Но я очень-очень рада, что я это сделала. Что я это закончила все. Вот такая красота. И еще для истории. Так, ладно, здесь лежит. Для истории хочу показать еще, что я купила. Это вот такой, такая фирма. У меня, как я купила. Я купила, что у меня есть, что я купила. Это вот такая фирма. И здесь внутри есть ключик. Это серебряный ключик. Достаточно крупный для такого рода серебряных ключей. У меня есть, я уже говорила и показывала. У меня коллекция приличная ключиков. Всяких разных. но такие крупные для драгоценных металлов это редкость а здесь вставки это не просто фианиты вставки это драгоценные камушки маленькие топаз аметист и гранат хромдиапсид цитрин ну а текстиль это вот это вот шнурочек у меня подобный ключик есть сначала пила себе потом меня поразило как он прекрасен и купила сестре но у меня здесь немножко другой вырез у нее вот такая звездочка в центре у меня другое вот и этот шнурок он не разъемный надевается через голову и вот таким образом регулируется длина то есть можно прям длинный чтобы он в декольте этому глубоко висела можно укоротить как чокер с ключиком носить вот такая красота мне очень очень понравился этот ключ я просто в восторге честно надеюсь что она тоже в таком же восторге будет вот видимо и все на сегодня я хотела знаете отснять эти кусочки по отдельности и показать в разных видео тематических там вот это с покупками серебра это в вышивальном видео это там в рукодельном каком-то ну и естественно украшение видео про украшение но что-то решила собрать все в одном теперь в итоге и наверное покажу вам просто как я собирала делала и собирала подарок на день рождения сестре в принципе я думаю что кто любит всякие рукодельные вещи тем это будет интересно на сегодня это все пишите пожалуйста понравились ли вам мои рукоделки сегодняшние понравился ли вам котика цветвана сичкарь очень удобно кстати было вышивать по саге просто очень быстро летела эта работа а для тех кто вышивает регулярно и быстро наверное и еще бы быстрее повышалась ни минуты не пожалела я кстати что приобрела сагу ну ладно об этом действительно стоит в каком-то отдельном вышивальном видео поговорить я вам всем желаю хорошего дня спасибо большое за ваши комментарии сходите в мой инстаграм и там все появляется гораздо раньше чем на ютубе и на сегодня это все желаю вам всем хорошего дня обнимаю пока пока